Егорские бетлонистки завоевали четыре медали по итогам второго этапа Кубка страны. Он накануне завершился в Ханты-Мансийске. В заключительный день спортсмены выявили сильнейших в большом масс-старте. И эта гонка стала самой результативной для игры. Кристина Резцова с первых метров дистанции закрепилась в лидирующей группе. Долгое время она шла второй, но после четвертой стрельбы, воспользовавшись ошибками соперниц, вышла на первое место. Догнать югорчанку так никто и не смог. Итог – золотая медаль. Второй финишировала Наталья Вчерченко, а замкнула тройку лидеров еще одна – югорчанка Екатерина Носкова. Пятой финишировала Елизавета Каплина. Всю дистанцию спортсменок в тонусе держал Мороз. Было достаточно тяжело. Вчера было самочувствие уже такое на грани. Сегодня выходила, знала, что будет тяжело с первого круга. Особенно на разминке, когда я уже понимала, что ветер со всех сторон. И он настолько порывистый, что он просто сносит. Особенно, когда работаешь один, если не в толпе, то это прям очень сильно ощущается. Поэтому приходилось терпеть уже, наверное, с пятого круга. Гонка давалась прям очень тяжело. Но главное было, на самом деле, сегодня справиться с ветром на стрельбе. Это вот равнинная часть, там выезжаешь без деревьев, там такой ветер просто. Прямо ты делаешь толчок, у тебя два назад. И это очень сложный такой участок. И я первые три круга шла первой. Впереди никого не было, никто не хотел выходить. И приходилось брать такую ответственность на себя. И потом со спуска девчонки накатывали. Но, в принципе, я гонкой довольна. Поработала последний круг хорошо. И уже чувствую, что такой разгон уже набирается. Отмечу, что для Кристины Рисовой это вторая медаль на этом этапе Кубка Кубки страны. Ранее Югочанка стала второй в спринте. Также на подиум поднялась и Елизавета Каплина. Но успех она добилась в пассиоте. Там Югочанка стала второй. Сейчас биатлонисты перебрались в Тюмень, где пройдет третий этап Кубка. Но из-за мороза соревнования под угрозой срыва. Союз биатлонистов России уже сообщил о переносе спринта на 6 декабря.